Всем салют, всем привет! С вами Андрей Доцент и это Star Wars The Old Republic, компания контрабандиста. Мы продолжаем и нам необходимо отправиться в Лайт Спринг, встретиться с каким-то местным криминальным лордом, авторитетом, боссом и решить с ним одну проблемицу. Вернее, нам нужно заключить с ним сделку, чтобы он помог нам раздобыть сенсоры, которые помогут найти сокровища великого Нокдрайна. Ну что, давайте отправимся туда. Блин, уже на хвост какие-то твари сели, но они сразу свалили и, собственно, слава богу, мне сейчас лишние проблемы вовсе ни к чему. Встретиться с лордом, поговорить, попытаться как-то решить все, естественно, мирным путем. В конце концов, мы ведь играем не за силовика, а за контрабандиста. Уловки, обман, блин, манипуляции и т.д. и т.п. Вот, собственно, из чего и должна состоять данная кампания, я так считаю. Ну, давайте отправимся. Ага, вот такси. И вот сюда, на вот этот вот аутпост. Нам нужно попасть именно туда. Что у нас с навыками? Давайте-ка глянем, как у нас дела обстоят. Так, пинок по яйцам есть. Это очень здорово. Пассивка. Ой. Скорее бы уровень прокачался, ей-богу. 28-й, я думаю, не помешает. Но, во всяком случае, мы будем идти стараться в ногу со временем, как говорится. Хотя, в принципе, смотрите, у нас сейчас 27-й уровень, еще чуть-чуть и будет 28-й. Это, естественно, не может не радовать. Я вот только забыл. А до какого уровня планета Татуин уравнивает наших героев? До 28-го или до 30-го? Вот что-то, честно говоря, сказать не могу. Подзабыл. Ну и ладно, я думаю, нам, в принципе, и этого хватит, чтобы пройти сюжетку. Мы же ведь, в конце концов, не собираемся отправляться куда-то на PvP и показывать, в кавычках, выдающиеся навыки игры и управления персонажами. Нет, я на PvP так себе, скажем так, играю. То есть, я ни туда, я ни сюда. И блистать особо нечем там. Ну что, блин, куда мы едем? В какие-то пещеры куда-то, я не знаю, нас заносят. Немножечко бросают. Ух ты! Нифига себе! Однако-с... Хе-хе-хе! Куда-то мы попали. Все исчезает. Во, пустыня. А-а-а! Я знаю это место. Здесь у нас это... Если я не ошибаюсь, по-моему, согласно героическим заданиям. Недельным находится яма Сарлока. Та яма, в которой нам необходимо сбросить какую-то бомбу. Ну, это чисто героические задания, они не несут никакой нагрузки. Просто за их счет можно так неплохо прокачаться, пока ждешь в очереди PvP. Ну, и получить какую-нибудь экипировку, там, кристаллы и, естественно, пополнить, поправить свое материальное положение. Ну, куда нам двигаться? Для начала нам нужно выбраться отсюда. Здесь такое вот круговое сооружение защитное. Поэтому отсюда лучше уезжать. Что это? Республиканский часовой дроид. Замечательно. Блин, там это... О, уже вражеские ходят. Вот они вот эти вот Диаго, Диаго. Нам нужно вот какому-то Диаго, вроде как-то так зовут этого лорда. Поговорить с ним. Ёлки-палки. Могильня Дракона Крайта. Обалдеть. Здоровый. Ну, вы сами, в принципе, видите, вот, судя по скелету, какие эти создания очень здоровые. Всё, мы, короче, сюда прибыли. Берем луки. Накладываем пассивку. Всё. Ну, а теперь валим всех подряд. Но. Как-то хреново получилось. И раз. Стрелять будем? Стрелять будем? Давай, стреляй, ты мать твою. Ага. А, я должен быть за целью, чтобы это сделать. Я что-то, честно говоря, уже и подзабыл, как играть за нашего главгероя. Как-то, ну, непривычно. Потому что тот класс, этот класс. Каждый по-своему уникален. И, как вы видите, иногда малость приходится всё заново вспоминать. Чё-то, как здесь работает? Ну, пошли вы в задницу, ёлки-палки. Во! У нас, оказывается, уже доп заданится и идёт. Ну, слава богу, ни хрена себе вуки долбанул там. Аж земля повылетала из-под ног. Ну да, напарник у нас довольно-таки-то очень мощный. Тут с этим, естественно, не поспоришь. Стреляй! Стреляй! В укрытие! И так тебе! Есть! Всё! Ух, как сейчас вовремя уровень-то мне дали! Обалдеть! Как же мне его сейчас вовремя дали? Потому что, хех, если бы сейчас тот подоспел бы, тут всё бы, я бы, наверное, точно сдох. А тут, слава богу, как говорится, подоспели. И вовремя. Всё, завалили этих дроидов. Теперь уже можно, в принципе, доп-заданицы не выполнять, а двигаться непосредственно по главному сюжетному заданию. И вот... Ага, Диаго Хиксон. Ну, давайте поговорим. Что-то какой-то, слушайте, здоровый. Я какой-то возмущённый. Ну-ка. Чё скажешь? Чё молчишь? Вуки нервничает. Слушайте, что-то как-то всё... Всё как-то встало. Э! Эй! Алё! А все, видимо, такие стоят и думают, блин, чё ж начать-то, а чё ж сказать-то? А, заставочка пошла. Ну, ладно. О! Выпивают, походу, ребята. Сидят в пещере, собрались. Ещё один вступил сюда и ищет, как песчаная пыль. Ты служишь мне, Ту-Грик? Капитан, у меня здесь какие-то дела. И мы ничего не можем поделать с этим джедаем. Эм-э-э-э-э-э-э-э-э. Она со мной. Я пригласил джедая. Она немного скучная, но пойдёт. Ты не должен был идти за мной. Здесь небезопасно. Опаньки. Оттяна. И это здесь. Охренеть просто. А-а-а. У тебя, похоже, не представляешь. Привет снова. Ты проследовал сюда, через эту пустыню? Не очень хороший шаг. Можно с ней, в принципе, пофлиртовать. Почему бы и нет? Ты любишь меня? Признай это. Любишь играть в игры? Я покажу тебе некоторые. Сдавайтесь. вы ты не сможешь выиграть хватит разговаривать вы здесь находитесь у меня я буду молчать я люблю тишину кто это такой капитан не слышала они обо мне все в порядке от вас ничего не слышала я все в порядке как бы теперь лучше у меня тут есть джедаи и сид которые сражаются в странке от меня но я смотрю на тебя ты ничего не чувствуешь а драган риэль она никого еще не целовала как профессионально кто сможет сопротивляться дорогие девушки такие классные ухты погоди это он ты с диага ага и свалила сразу я хочу увидеть ее снова сейчас же так я не работаю на тебя отстань от меня я не твой дроид следи за своим тоном ты принесешь ее ко мне или я заберу ее от тебя диага дорогой я могу тебе многое дать давай просто разберемся с этим джедаем боюсь боишься страдать меня одна сеть залкнитесь вы должны все заткнуться тот диага ты не из каждых кусочков монстров состоишь здесь ты вы оба заплатите ты хочешь сложить свое оружие ты хочешь атаковать джедая о смотря на как бы мне повелевает то есть на меня воздействует силой то есть ты хочешь достать оружие ты хочет убить джедая конечно хорошо такова джедая нет атаковать сито погодите давайте тогда ответим ряд мне очень нравится так вот как это работает я хотел бы сейчас уже было рассмеяться сильный разум пойдется так значит ойпана прости меня дорогой диага но я должна убить этих двоих прежде чем мы продолжим не надо больше я сам найду свою дорогую девку дроиды убейте всех нахрен тут сделка состоялась ребят все друг на друга столы смычали но я ничего не сделал все всех замочить ни хрена си короче мы сразу свалил ну вас в бане всех говорят овощ снова здесь опана ох ты караул народ делайте что-нибудь ох ты я это что-то охерительно укрылся сейчас обалдеть кому там по яйкам дать во блин вуки застанал давай 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 еще раз еще раз говорю и раз сканирование провел а вот говнюк а ну-ка на тебе со ствола раз и пощечины блин пощечины какая нахер пощечина это я перкотища был целый ну ладно и так пойдет нориэль чё скажешь музыка такая играет эти две прыли никто так не сможет никто не мог сражаться с ситами и выживать не так многие могут ты составишь неплохую кара компанию достаточно неплохую возможно ты может и ко мне вступишь вступить это татуин тут всегда нужно быть наготове я теперь вижу почему зер хотел убить всех здесь спасибо силе что мы остановили ее хотела нас силу здесь это ситский голокрон был создан века назад могущественными темными лордом по имени дарт нехиллс дарт нехиллс ни хера себе дарт нехиллс вот это кстати вот это вообще это такой лорд это такой лордище был ребята но это отсылка опять же к игре звездные войны рыцарей старой республики 2 лорды ситов это вы чё это обладатель такой невероятной силы наверное если не самый мощный адепт темной стороны вообще в плане магической составляющей потому что он целой планеты мог одной скажем так чуть ли не силой мысли осушать просто захотел и убил всю планету нахер одним своим как говорится взмахом руки но это у этого и сила была плата он был поглощен голодом голодом силы который затуманил его разум и с каждой поглощенной планеты и это голод становился все сильнее и сильнее что в конечном итоге чуть не свело с ума может и свело победила его джедай изгнанница главная героиня той самой игры ну да ладно что мне ответить никогда не слышал о нем это теперь безопасно или звучит интересно что здесь мы могли бы это продать это это не может быть продано это очень опасно я полагаю здесь есть кое-что союзников зара империя не должна получить доступ к этим ужасным секретом здесь мой корабль ожидает поблизости я должна идти оснастки ты спас сегодня огромное количество жизней ээээ может быть поцелуемся ты не можешь покинуть татуина пока не прощальный поцелу не дашь ээээ в свое время ээээ я не знаю что ей сказать возможно если бы я бы не была джедаем ну ладно прощай и да пусть защитит тебя сила нормально так вот это другое дело разобрались мы здесь сегодня что нас восстановить забрать компьютерные сенсоры ну давайте заберем смотрите тут сайте два объекта можно раз а нифига себе короче целую коробку в карман засунули охренеть как здорово ног драйан ног драйан это все что я слышал что так каково это сражаться с ног драйаном следующий раз если дурак у меня спросит я похороню эту голозапись и буду проигрывать ее для выживших ног драйан никогда не был настоящим гангстером не такой как я он всего лишь претендовал на это люди думают что я сражел его потому что он был более успешный потому что он делал меня номером два потому что украл мою жену ложь я сражел его потому что нет никого более страшного гангстера чем я ног всего лишь был артистом и все это всего лишь было прикрытие он всего лишь использовался чем-то или кем-то но непонятно кем но я хочу быть истинным королем подпольного мира а это всего лишь игра ну наконец-то этот ублюдок мертв я проник его в дом и в общем он никогда не придет я все еще жив а он нет я выиграл ты слышал это ног я выиграл мда что-то мы активировать снова да пошел ты нахер опять активировать нет выходить мы не будем как бы то есть можно повторно активировать ни хрена себе тут у нас сделочка прошла то есть как бы было в задании сказано ну придите так да сделайте сделку там поговорить и все будет нормально на тебе заявились тут джедай там сид потом дроиды навалились его перестрелка началась на разум не повлияло это сидша потом вообще классная новость про голокрон дарта нихилуса кстати дарит нихилус он не умел нормально изъясняться скажем так на общегалактическом доступном понятно всем языке блин меня вырубило он постоянно использовал какой-то странный язык древнесинский какой-то хрен его знает и этот язык очень многим был непонятен как бы можно сказать вообще не понятен лишь только единицы могли понять даже в самой игре рыцарь старой республики я вообще ничего не понял что он там говорил что-то на свое на трещал трещал так вот осколки воспоминаний скажем так в голове всплывает и все то есть ничего от нем от него толково узнать нельзя было ну и плюс он был довольно кита высоким постоянно носил черный костюм такой знаете ли в лохмотях как будто сама тьма знаете ли если вот его отличие было такое охерительное знамитые это его маска из темноты кстати эта маска у меня есть в компании ситы инквизитора я потом понял как ты приобрел то ли за лям то ли за сколько там то ли за 2 точно не скажу но поверьте оно того стоило потому что как раз вот компания была сит инквизитор это компания для такого мага колдуна как бы и маска я думаю как раз будет к месту как говорится ну чё сдается мне надо возвращаться надо возвращаться обратно на наш корабль я не знаю честно говоря чё я вообще побежал отправляемся в анкархет отправляемся поговорим с ришей узнаем какие у нее есть данные во всяком случае мы здесь получили какие-то сенсоры на другой планете планете нам нужно тоже что-то получать чтобы у нас наконец-то выстроилась картинка происходящего и мы смогли практически со стопроцентной точностью определить сокровища которые были спрятаны великим нокдрайном музыка играет классно тут все отдыхают веселятся а у нас свои цели нас ждут приключения вы покидаете зону отдыха и отправляемся непосредственно в космопорт ну давайте о чую вот это фу чую слышу звук звук вот этого голокрона который здесь находится помню я их собирал за компанию рыцаря джедая было дело вот только я не все собрал по моему кстати надо будет как-нибудь посвятить серию сборки оставшихся голокронов где и как они находятся чтобы их забрать то что некоторые так находится у некоторых там какие-то секреты надо пройти там-то сделать то-то а другие вообще находятся только в компании с другими людьми потому что одному раздобыть не удастся бывают и такие голокроны один если не ошибаюсь по-моему находился где-то на тарисе вот один из таких голокронов которые надо было собрать ну ладно по крайней мере мы что мы получили то зачем собственно сюда прибыли на татуин получили сенсоры получили какое-то устройство теперь мы можем непосредственно приступить как бы к поискам оставшейся части для получения сокровища великого нокдрайна и где же у нас находится космопорт ангар точнее вот ангар находится с правой стороны замечательно жизнь кипит вот в этой игре вот чё мне нравится как и в игре звездные войны рыцари старой республики на какую бы планету ты не попал какая бы она бы скажем так безжизненно не казалось да но игры сделаны таким образом что кажется вот как будто реально кипит жизнь то есть мир как будто развивается и без тебя а тут еще и живые люди бегают знаете это реально здорово а учитывая какое огромное количество планет и какие здесь масштабные карты а я уже молчу про всякие миссии дополнения секретные локации т.д. и т.п. и прочее то эта игра вообще ребята просто потрясающая она поражает своей знаете ли чем вот я не могу никакого другого слова подобрать как безграничностью по сути того что здесь есть здесь реально практически все безогранично каждый раз что-то новое каждый раз развивается что-то здесь играть в нее одно удовольствие вот чувствуешь действительно что ты сейчас вот сядешь звездолет и действительно отправишься в такие классные охренительные приключения по всей галактики которые не оставят тебя равнодушным к ним и после этих приключений сядешь такой выпиш чайку такой и подумаешь блин ни хера себе приключенец это было а отмочил ты когда нет ну здоровски вот этим игра нравится конечно это обалденно это очень классная крутая игра тут все предельно ясно просто и эффектно все бы ничего вот если не этот дроид ё-моё он самый подозрительный у нас в команде вот риша ну давайте с ней поговорим риша риша говори говори я удивлена видеть тебя живым но у нас есть теперь сенсор как ты его получил диагониксон а оставил его пришлось его забрать хейстер он и мертв хорошо я имею ввиду для твоей репутации извиняюсь что не смогла с ним поговорить второй раз причем он умер мой голокоммуникатор скажем так не сфункционировал не заработал я люблю истории серьезно у тебя были технические трудности всегда с случаются тут все было опустошено с этим сенсором мы сможем отследить первую точку но тебе нужно отправиться дальше в путь как бы хорошо я ожидал этого я еще проблем есть еще вещи которые нам нужны давай оставим этот песчаный шар и капитан ног драйан ожидает нас его сокровище вот все ухты нормально еще кристаллики еще ускоритель набора опыта просто замечательно друзья просто замечательно и реально охренительно да теперь у нас потом будет по моему следующее задание которое называется что-то какие-то изгнанники в общем необходимо будет отправиться на эльдран но отправимся на эльдран друзья я думаю мы уже в следующей серии я с вами прощаюсь с вами как всегда было андрей до цен не забывайте подписываться если вы все еще не подписаны и если вам понравилось данное прохождение то можете поставить пальчик вверх мне будет очень приятно а также если вас интересуют другие прохождения на моем канале включая прохождение с другие классы в игре star wars the old republic то в описании под видео есть ссылочки с плейлистами рекомендую к просмотру и не забывайте заходить в группу вк все ссылочки снизу описание под видео все друзья всем пока